приветствую вас друзья меня зовут елена тарарина это наш первый урок в большой серии которая называется практические советы для арт-терапевтов очень часто студенты обучающих онлайн программ сейчас у нас в группе около 60 участников и нам очень приятно что наши группы расширяются и сарафанное радио работает с неимоверной скоростью студенты курсов теории практика арт-терапии как в онлайне так и вживую постоянно задают вопросы и мы создали серию этих уроков именно для того чтобы инвестировать в ваш профессионализм потому что качественные арт-терапевты помогают людям повысить уровень собственной жизни и уровень собственного развития при этом сохраняя свое собственное здоровье мы за сообщество здоровых профессионалов и так урок номер один посвящен вот такой теме как обращаться с работами клиентов пришел к вам клиент на консультацию или на терапию он что-то создал слепил нарисовал поработал там своей песочной какой-то расстановка и так далее сейчас я говорю о том когда клиент создает физическом мире какую-то свою работу к примеру скульптуру из фольги или коллаж из фотографий который он только что сделал как дальше обращаться с этой работой свое время обучаясь на курсе александра ивановича копытина одного из великих арт-терапевтов в моем понимании нашего времени я помню идею о том что крайне важно задать клиенту вопрос насколько ты готов обеспечить безопасность своей работе дома бывает такое что люди создают работы на сессии арт-терапевта приносят домой домашние говорят чё это ты создал что это такое дано это не серьезно куда ты вообще деньги тратить что там время теряешь и происходит очень мощное обесценивание поэтому крайне важно задать клиенту вопрос насколько он готов обеспечить безопасность своей работе другие арт-терапевты предлагают следующее решение когда клиент говорит что он не хочет забирать работу с собой мы задаем клиенту вопрос сколько ты хочешь чтобы эта работа жила в моем кабинете клиенту дается маленькая бумажечка маленький листик где он пишет моя работа скульптура из фольги к примеру я и мой талант будет храниться один месяц с такого-то по такое-то число эту маленькую бумажечку вы как арт-терапевт развещаете в своей волшебной коробочке а работу вы ставите в шкаф где хранятся работы клиентов а такой шкаф как вы знаете обязательно должен присутствовать кабинете каждого арт-терапевта раз в месяц вы делаете ревизию и все те работы которые уже исчерпали свой срок вы с ними прощаетесь вы их утилизируете крайне важно чтобы это происходило вами очень бережно заворачивайте хорошо чтобы никоим образом работы не были увидены вдруг клиентами моей практике был опыт когда школьная психологиня выбросила рисунки детей на мусорник рядом со школы где гуляли дети и дети случайно увидели эти рисунки это было очень неприятная ситуация помните о том что вы несете ответственность за работы клиентов которые уже исчерпали себя это была такая практическая рекомендация о том как же нам с вами грамотно обращаться с работами клиентов таким образом чтобы они сами брали на себя за них ответственность но и с другой стороны чтобы наш арт-терапевтический кабинет не захламлялся и не превращался в огромную кучу творческих работ если вам это видео было полезно и вы почерпнули для себя что-то действительно практически новое ставьте лайк обязательно поделитесь этим видео со своими коллегами напишите ваши комментарии под видео напишите как вы обращаетесь с работами клиентов мы встретимся с вами в нашем втором уроке